В эфире новости на девятом канале в студии Ирина Калашникова. Здравствуйте! 9 лет колонии и штраф в 20,5 млн. рублей суд огласил приговор бывшему вице-губернатору Белгородской области. Евгений Глаголев курировал департамент строительства и транспорта. В 2021 году главу Белгородского депстроя задержали по обвинению в превышении должностных полномочий, а затем предъявили и получение взятки в 10 млн. рублей. Прокурор просил для Глаголева 14 лет лишения свободы, но суд смягчил приговор. Учитывая, что два года осужденный находился в СИЗО, где день считается за два, провести в заключении ему осталось пять лет. Свою вину экс-чиновник так и не признал. 63-летний житель Шебекина попытался взорвать себя вместе с полицейскими. Сегодня утром к нему домой пришли с обыском в рамках уголовного дела. По предварительным данным, хозяин домовладения открыл вентиль газового баллона и поджег газ. В результате взрыва пострадали пятеро сотрудников правоохранительных органов. Все они доставлены в медицинские учреждения. Их жизни и здоровью сейчас ничего не угрожает. Подозреваемый также извлечен из-под завалов с телесными повреждениями и госпитализирован. Следственный комитет по Белгородской области возбудил уголовное дело по статье 317 УК РФ посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа. 45-летний староосколец обвиняется в убийстве. Небольшой конфликт со знакомым закончился смертельной трагедией. 17 сентября в одной из квартир микрорайона Интернационального обнаружили тело 42-летнего мужчины с ножевыми ранениями. Следком возбудил уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ. В указанный день погибшие и обвиняемые находились в гостях у своего общего знакомого. Между потерпевшим и фигурантом произошел конфликт на фоне личных неприязненных отношений, в ходе которого последний нанес несколько ударов ножом потерпевшему. От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Задержанному старооскольцу грозит лишение свободы на срок от 6 до 15 лет. Индийская плитка, стеклоблоки вместо стен, прозрачный балкон, подсветка фасада. Уже в декабре оскольчане увидят обновленный центр молодежных инициатив. Пока же там полным ходом идет ремонт. Подрядчики обещают успеть в срок. Масштабы стройки оценила съемочная группа 9 канала. Терраца – плиты с вкраплениями камня, мрамора и стекла родом из Венеции. Они украшают многие дома, площади, музеи. Теперь декоративные полы будут и в старооскольском ЦМИ. Плиты заказывали в Индии. Вместо традиционных перегородок – преломляющий свет стеклоблоки. Раньше в гардеробе с трудом могли оставить верхнюю одежду 250 человек. Новый рассчитан на 500 гостей. На втором этаже вместо трех зон – одна большая площадка. Работы по первому и второму этажу практически завершены. Осталось только обшить декоративными панелями. Ожидается поставка середина октября. Оделка фасада у нас будет декоративная штукатурка «Караед». Срок завершения работы по контракту у нас 27 ноября. Подрядчик работает согласно утвержденного графика. Производства работ, отставаний по графику у нас нет. На сегодняшнее число оперативное выполнение составляет 62%. А сумма? 72 миллиона 655 тысяч рублей. Но нам дополнительно еще выделили средства в размере 8 миллионов для выполнения работ по фасаду. Утепление фасада поможет решить больной вопрос бывшего кинотеатра. И гости и сотрудники жаловались на холод. Заменят и стеклопакеты. А смотровая площадка на балконе с естественной фотозоной в сторону улицы Ленина станет еще красивее. Людей хватает. 42 человека на сегодняшний день на этом объекте работают. Выполняются все виды работ одновременно. То есть и сантехника, и электрика, и вентилятор, и туалетная комната, и раздевалки. То есть все в современном виде. Лидко нашли привезенные сфинги. Здесь будут еще у нас панели. И вот здесь будут стоять. Сверху будут панели. Уже закладные заложили. То есть типа волны такие будут. С подсветками будет. То есть здесь много иллюминации. Мы работаем уже 5 месяцев здесь. Сроки очень сжатые. И то есть приходится ускоряться. Не затронет ремонт только кинозал. Там обстановка останется прежней. А вот оборудование завезут современные. Строительная организация в постоянном контакте с руководством ЦМИ. Запрос не только на красоту, но и функциональность. Появятся ширмы, которые могут разделять это пространство и так далее. На первом этаже появится каворкинг. Ну, зона общения, давайте вот так. Будет зона общения, где будут столы и стулья, подключение для всех наших гаджетов. Дальше пространство для мастер-класса. Мы сейчас хотим раскрыться абсолютно для всех направлений деятельности молодежи. Главная цель – это все-таки открыться и начинать привлекать туда людей. Распахнуть двери обновленный центр должен в декабре. Встречать гостей будет уже не вахтерша, а молодые администраторы. Решили в ЦМИ. Лариса Ульяненко, Евгений Левошко, Симон Гречишников, 9 канал. В парке «Зеленый лог» завершили ремонт дорожек к мостикам над ручьем Рудка. Они начали рассыпаться около полутора лет назад. Дожди подмывали грунт вместе с плиткой. На обновление из бюджета выделили полмиллиона рублей. Согласно смете, строители должны были укрепить конструкцию, армировать ее, забетонировать основание и уложить плитку. Срок до 20 сентября. 21 числа завершили заливку бетона, причем плитку не стали укладывать обратно, а просто выровняли встык. За ночь все высохло, и вновь можно смело переходить Рудку по мостикам. Кстати, строители рассказали, что планируется построить еще один мостик через ручей от скейт-парка к ТЦ Арбат. Там старооскольцы протоптали новый путь. Вместо пары лишних минут ходьбы по благоустроенной и освещенной тротуарной дорожке местные идут по газону и песку, это если лето. А то и прыгают через ручей осенью и сквозь кусты выходят к парковке торгового центра. Оскольская поэтесса Фаина Ташманова стала одной из победителей Международной молодежной премии «Русский фронтир» имени Дарьи Дугиной, журналистки, погибшей в результате теракта украинских спецслужб. Первых лауреатов премии наградили в Москве. Наша землячка удостоена специального приза жюри в номинации «Поэзия». На конкурсный отбор поступило 100 работ от участников из 27 регионов России, в том числе ДНР, ЛНР и Запорожской области, а также Белоруссии, Латвии и Казахстана. Премию «Русский фронтир» имени Дарьи Дугиной учредили по инициативе Общественной палаты РФ, Общественной организации «Богатырская Русь» и Изборгского клуба. В Старомосколе провели масштабные межрегиональные учения по противодействию и ликвидации последствий африканской чумы свиней. По легенде, очаг АЧС обнаружили в селе Воротниково. Передвижной крематорий, закрытие населенного пункта на въезд и выезд, десятки единиц техники и ветеринары со всего Черноземья. От момента обнаружения трупа животного до снятия карантина после устранения угрозы в нашем специальном репортаже. Межрегиональные учения стартовали в Незнамове. В местном ЦКР руководители ветеринарных станций, представители Госветслужбы Белгородской, Курской, Воронежской областей и свиноводческих комплексов региона обсудили меры профилактики африканской чумы свиней. Затем противоэпизоотическая комиссия отправилась к Ублинскому пляжу, где развернулось масштабное действие. В учениях задействовали 36 единиц спецтехники, около сотни человек. Соорудили муляж дома в деревне Воротниково на улице Речной. По легенде, в районе городского пляжа на реке Убля обнаружен труп свиньи. Об этом сообщили в единую диспетчерскую службу. Информацию немедленно передают начальнику Староскольской ветстанции Валерию Сорокину. Он запускает механизм противодействия чрезвычайной ситуации. На место прибывают сотрудники Незнамовской участковой ветеринарной лечебницы. Экипировка обязательно. При обнаружении трупа животного место изолируют сигнальной лентой. Турная группа проводит отбор патологического материала для исследования на наличие вируса африканской чумы свиней. Всё строго по регламенту. После необходимых манипуляций – дезинфекция. При положительном результате анализов противоэпизоотическая группа отправляется информировать население в ближайшее село. Проходили обход подворий данного населённого пункта с целью выявления свинопоголовья. Эпизоотическая группа идёт с представителями сельской территории, сельской администрации. На место обнаружения заражённой свиньи выезжает дезинфекционная группа. На территорию устанавливают знаки «Въезд запрещён» и «Опасность». А сам труп животного утилизируют прямо на месте в передвижном крематории. «Крематор с термокамерой. Температуру доводит до 800 градусов. И для сжигания трупов, каких-то биологических отходов, они уничтожаются полностью, сжигаются, остаётся лишь зольный остаток». Дезинфицируют даже землю. В это же время разворачивается штаб по ликвидации очага африканской чумы свиней. Определяют зону санобработки. На это ведь службам нужно буквально 10 минут. «Здесь зона санитарной обработки, контроль. Контролируем весь въезжающий транспорт. Запишем, регистрируем его в журнал. Проводим дезинфекцию колёс и транспорта. И также по выезду». Согласно легенде, учений поголовье нашли на улице Речной. Животных обнаружили в Хлеву. Анализы крови показали африканская чума свиней. А дальше – бескромное умершвление, сжигание в передвижном крематории. И дезинфекция прилегающей территории. Сам свинарник обрабатывается единственной в Черноземье установкой «Аист», в основе которой – авиационный двигатель. Предусмотрено для проведения дезинфекции животноводческих, птицеводческих помещений, для хранения зернохранилищ больших объёмов. Комператор при выходе составляет 110 градусов. Подаётся жидкий раствор формалина. Один запуск полным объёмом выработки этих баков составляет от 5 до 7 минут одного помещения. В ликвидации последствий АЧС участвуют муниципальные, региональные и федеральные службы. За ходом учений с интересом наблюдала Юлия Щедрина, замгубернатора Белгородской области. Силы и средства у нас имеются. Это самое главное. Это хорошо, но ещё и важно, что все эти силы и средства находятся в том рабочем состоянии, которые позволят нам оперативно выполнять те мероприятия, которые проводятся при обнаружении особо опасных заболеваний. Все службы на практике показали слаженную работу, отмечает начальник Староскольской ветстанции Валерий Сорокин. Сотрудники показали высокую подготовку и профессионализм в ходе выполнения всех практических действий. Они были продемонстрированы в полном объёме в соответствии с намеченным планом. Способность выполнения службой задач своих профессиональных подкрепляется, кроме наличия состава сотрудников, конечно же, и оснащённостью материально-технической для проведения этих мероприятий. Но, как и в любых болезнях, главная профилактика. Анастасия Иконникова, Евгений Левошко, Павел Казакевич, Илья Самсонов, 9 канал. В последнее воскресенье сентября в России отмечают День машиностроителя. Коллектив Староскольского механического завода, входящего в группу компаний «Славянка», принимает поздравления с профессиональным праздником. Старейшее предприятие города с более чем вековой историей сегодня одно из самых высокотехнологичных в отрасли. 19 работников Староскольского механического завода в преддверии профессионального праздника получили заслуженные региональные и муниципальные награды, а также премии от руководства группы компаний «Славянка». В числе отличившихся токари и наладчики, фрезеровщики и слесари-ремонтники. И возраст у всех тоже разный. Опытные специалисты передают знания новому поколению. Так и строится слаженная и эффективная работа всего коллектива. Завод растет, развивает мощности, в цеха поступает современное оборудование. Заново здесь развиваются целые профильные направления, к примеру, в области столярных работ. А самое главное – это кадры, которые всегда были самой большой ценностью предприятия. Мы собираем горно-шахтное оборудование, собираем пищевое оборудование. Работа разная, потому что ни одно и то же собираем, какой-то конвейер. У нас очень много всякой демократуры. Староскольский механический завод – предприятие с вековыми традициями качества и современной технологической основой. Сегодня он находится на подъеме в развитии производственной базы, являясь лидером по разработке и выпуску линейки уникальных изделий, в том числе и роботизированных. Даже если обратить внимание, 30 лет назад это было чуть-чуть другое машиностроение. В основном все выполнялось вручную, универсальным способом, так что касаемо токарей и фрезеровщиков. Сейчас это уже намного повысился уровень качества и времени выполнения определенных операций. Ну и, естественно, уже есть такие машины, которые помимо оператора непосредственно уже нужна помощь технологов, которые прописывают управляющие программы. Опираясь на науку и передовые инженерные технологии, СОМС наладил серийный выпуск оборудования для пищевой промышленности и переработки, продолжает выпускать изделия для горно-шахтной отрасли, производит востребованное на рынке садово-парковое оборудование. Новый виток развития и улитейного производства. Есть заказы, есть работа, есть квалифицированный персонал, но увеличение объемов продукции требует привлечения дополнительных сил. Сюда охотно идут ребята, которые не мыслят в своей жизни без работы с техникой. А преимущества трудоустройства на завод очевидны. Это подтверждают те, кто по праву стал гордостью отрасли, связав судьбу с мехзаводом. По моей профессии заниматься вот этими сложными деталями, присформами, приспособлениями, штампами. Все эти изделия очень тяжелый труд, конечно, интересный. Кажется, своя есть уникальность. Машнестроение есть свое, есть разнообразие больше, есть постоянно что-то меняется, что-то вводится, новшества какие-то. У нас хорошая зарплата, у нас хорошие люди, у нас все хорошее здесь. Я, допустим, я доволен, что я проработал 29 лет здесь и не ту же вот это. Мы развиваемся, много продукции, много заказов, все у нас, все идет по плану. Профессии разные, но дело общее. Сегодня на механическом заводе трудятся одни из лучших специалистов машиностроительной отрасли. Сформирован солидный портфель заказов. В связи с увеличением объемов производства на предприятие требуются люди. И если человек хочет попасть в хороший коллектив, повышать мастерство и зарабатывать достойно, путь на это предприятие ему открыт всегда. Евгения Ташманова, Евгений Левошко, Симон Гречишников, 9 канал. На этом наша программа завершена. Впереди прогноз погоды. Я с вами прощаюсь. Всего доброго. В студии Лариса Ульяненко. Здравствуйте. Календарная осень давно вступила в свои права. А завтра наступит астрономическая и начнется она летней температурой. Мощный антициклон превратит сентябрь в июль. Кульминация теплой аномалии придется на ближайшие дни. Выходные температурный фон во многих регионах на 7-9 градусов превысит норму. 23 сентября воздух в Старом осколе и Губкине прогреется до плюс 23-25 и даже ночью 10-14 выше нуля. При этом все так же солнечно и сухо. Ветер юго-восточный 2-3 метра в секунду. Метеозависимым стоит иметь в виду, что магнитное поле в предстоящую субботу неустойчивое. А атмосферное давление вырастет до 756-757 миллиметров. Рассвет в 6.15, закат в 18.27. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова